А здесь все верующие или кто-то неверующий есть? Если все верующие, мы можем кратко молитвы совершить, чтобы Господь нам благословил. Хотя бы в нескольких словах не против? Конечно. Отец, пошли, божественный благословерный священник. Ты будь с нами и прослався в жизни нашей. Бала Тебе, Ответственность, и Твой Дух. Аминь. Во славу Божию. Мы не знаем, куда мы привезли наш хозяин. Мы из Барнаула. Едем с определенной миссией. Господь позволил мне издать 38 тысяч. Я написал во всей библиотеке, предложил. Лишь бы только пересылку оплатить. Но за пересылку оплатить ни у кого денег нет. А финансирование нет. Тогда я принял решение подарить. А для того, чтобы подарить, надо сюда приехать. И вот так Господь взял. Я не имею ничего, у меня вообще ничего нет. Есть только то, что есть. Моя любовь к Господу, и на это Бог все строит. Приобрели машину. С нуля начали. Грузопассажирская газель. Она 950 килограмм может брать. Имеет в виду с людьми вместе. В прошлом году мы проехали, так представили, чтобы имели, более 50 тысяч километров. Это 240 городов и сего. Живем в Барнауле. Знаете, где Барнауле? Да. Алтайский край. Да. Южнее Новосибирска. Дошли мы до Москвы. Были в Туле. Шли южным путем, а вернулись в северном. Снова загрузились и ушли. Несколько раз выходили по Алтаю, Новосибирску, область, все районные центры, обошли везде, дарим эти книги. Чтобы понятно было, что это такое, я принес, чтобы показать книги. Вот это вот Новый Завет, вторая часть Библии, в трех томах, с полным толкованием. Я остановлюсь на этом потом. Это отдельная книга, два священника пишут, как бы, о моей биографии, но тут не так и много. Главное, что мы строим с нуля деревню, что о нас писали, и все здесь отображено. Это как бы срез истории. И к истинному православию. Все, что касается спасения, материал просто громаднейший. Я 40 лет собирал на него материал, заложенный все здесь. Вот это вот одна стоимость, что мы представление имели сегодня, неполная стоимость, это 75 евро. Полная, которая дает, это 750. Вот мы проехали 240, умножь на 240, куда оно пойдет. Не имея ничего, притом добавляю, как Бог любит. Дашьи до Владивостока, торт находка. Это, представляете, где это? Японское море. Вернулись. Нынче у нас путь другой. Мы открыли визы, шенгенская виза во все государства Европы. План был один, но Бог смотрел что-то другое. Мы прошли 7 государств и допустили по-человечески, по незнанию ошибку. Наши братья сербы, мы решились в Венгрию заехать в Сербию. В нашей Сербии, а столько страдали. А она не входит в шенгенскую зону. И нас никто не предупредил. Я штамп и крас, и шенгенская зона нас выкинули. А мы знать не знаем. Едем дальше в Болгарию, собираемся, нас ждут в Афинах. А нам говорят, какие Афины, у вас закрыто все. Она на 30 дней открыта, а мы 5 дней всего пробыли там. Мы туда-сюда, нет ничего. Мы ходатайство не помогли, пошли в посольство. Я говорю, мы молимся за нас, молятся, что-то Бог усматривает. Что мы увидим? Теперь мы видим, вот эти встречи, мы бы не вернулись до 9 июля. Мы должны были дойти до Португания, Испания, Франции, Германии, пройти все эти до одного государства, через Амрию, может быть, вернуться в Скандинавию, пройти переплытие, пройти Прибалтику, вернуться сюда. А потом Южная, Азербайджан, Грузия. Но Бог нас развернул, и мы только что сейчас вернулись. Прошлую неделю прошли Крымский полуостров. Очень благополучно, и так никогда не было, мы быстро прошли, просто быстро. Даря в каждую библиотеку Новая Завета, книги, какие есть? 38 разных книг, разных. Каждая книга 750 страниц. Вот чтобы понять, что это означает, вот один Новый Завет, видите, он с закладками, подарыши. Он находится в библиотеке Путина, Владимира Владимировича президента. Дорогой мы были в Беларуси, подарили Лукашенко. Прошли мы Молдавию, много были на Украине, много. Впервые за 2000 лет появился полный в объеме материал толкования Нового Завета по святым отцам. Лучший иллюстратор библии Густав Дорек. И мы его раскрасили. Несколько лет у нас ушло, целая группа над этим работала. И тоже оно вот вышло. 240 иллюстраций. Понятно, что это... Никто до этого нас не делал. Насколько это Богу угодно, нам не решать. Но мы видим лица людей. Поступает сообщение, что люди, считая, обращаются к Богу, эти книги имеют возрождающие действия. Чтобы понятно было, что это означает. Означает то, что когда человек читает эти книги, его касается, вот видите, я иду арестованный, вокруг солдата. Я был репрессирован, я на этих тюрьмах отбывал, как политзаключенный. Ну, запропать, слово Божие, брат. Это все описывается, как выжить в этой обстановке. Я начальник детского лагеря основателя, 40 лет. Без братья ничего не сделаешь. Это старший воспитатель в лагере, Митр Николаевич. И как в дуле строим деревню. Я отвечаю в разных университетах на вопросы. Я веду занятия по всем отделам милиции, городской, краевой уводой, во всех воинских частях, что там, где можно достать. Техникум, и школы, заводы, фабрики. То есть трудно найти, где бы я ни проповедовал. И проповеди помещены в этих книгах с фотографиями. Если я говорю, работаю в тюрьме 17 лет, то я знаю заключенных, о чем он думает, потому что я сам как-то жил. Я это все пережил. И я вижу, как он говорит, лукавит или нет, и о чем он думает. Я с детьми работаю, но 40 лет это стаж. В лагере, притом ограничений, возраста нет. От 7 месяцев до 72 лет. Вместе с детьми, с внуками могут пребывать и старшие поколения. То есть лагерь весьма необычный. Ну и просто книги, они никому не угождают. Их главное качество, они документальные, это не рассказы, а именно по жизни. Как все это исправить, по-другому сделать. Отдельный том у меня написан про мусульман. Их книга священная Коран. Я ее разбираю всю пасуром и аятом, то есть до стиха, в сравнении с Библией. И что за 1300 лет о них было сказано, и как хорошее взятое сказано. Это 752. Отдельно это евреи. Об евреях три тома. За 3600 лет что было сказано, и разбирается их талун в сравнении с Библией. То есть любой, кто бы его ни был, он найдет в себе материал. Старобрядцы, староверы, которые были. 180 лет заложено в один том. Что самое доброе, как это взять, как нам жить в мире, как спасти наши души. Я в России сегодня, еще с трудом перестраиваюсь от заграницы, там намотались. Спрашивает, о чем книги? У нас в лагере лозунг везде висит, Россия должна встать. А второй лозунг рядом, Россия это мы. Дети скандируют. Вот такие, Россия это мы. Ну, какие есть, такие мы и есть. А за рубежом я не могу говорить, потому что, как я позже скажу, Россия должна встать. Она ей не нужна, Россия. Она ее угнетала, давила, расстреливала. Там мы говорим о том, что далее. Как жить во Христе, жить для Бога, как уверовать, как спасти свою жизнь, не душу. Здесь говорится о том, как я обратился к Богу, Господь привлек, какие Бог благодеяния явил. И вот с этой миссией мы вот сколько проехали. Дальше у нас, думаем, на этой неделе Ставрополь захватить. Ставропольского, примерно, 21 пункт там уже районной центра города. Далее Краснодар и в Ростовской. Немного мы были, больше. И материал почти кончается. Это около 100 городов, все мы здесь посетим. И дальше уходим на Грузию, Азербайджан, Армению. А оттуда можно через Чечню вернуться. Эти книги имеют возрождающее действие в том плане, что они не угождают людям. И говорится о том, что говорит Бог. Бог говорит через священное слово Библию. Но мне Бог дал это знание. И в каждой книге я делаю выдержек, ссылок, примерно, 3000 ссылок из священного писания. Люди, которые не знают, говорят, да у вас что тут, это все религиозное, религиозные книги нам не нужны. Они не понимают, да, я учу Богу молиться. Вот в этой книге говорится. Но здесь только одна глава, а их 28 глав. А остальные книги, остальные книги охватывают все сферы жизни. Я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, культура, искусство, работа, взаимоотношения людей, дети, будущие судьбы мира, духовный мир. То есть абсолютно все. Я три радиопрограммы регулярно вел несколько лет. И вопросы там, тысячи были в Америке ездили, а я плохо слышал. И поэтому мне вопросы в писенном виде. И они, записки сохранялись, а люди стали просить расширить и опубликовать. Потому что там были, недопоняли. И вот так родились внезапные книги. 9 лет я провел за компьютером. Сам набирал. Помогали. Это больше 30 тысяч часов. Вот вам, молодежь, хотим оставить пример. А пример, чтобы вы никогда не ссылались на трудности. Мне 74-75 год. Я провел 30 тысяч с лишним часов за компьютером. Притом верстка тоже делал сам. А что такое верстка? Ну, кто знает. Вот видите, мне нужно выделить. Я делаю такие буквы. Где, как, вести на какой странице. Конечно, мол дают учителей. И вот с этим мы... Я все надоедал, Павел Николаевич. Ну, собери людей. Ну, побеседовать надо. Не все же знают. И вот я думал, о чем побеседовать с вами. В первую очередь, мне не принято беседовать, не зная людей. Поэтому ваше познание о Библии, я хотел бы узнать, кто прочитал всю Библию. Чтобы, видите, сектанты, когда действуют баптисты, они не спрашивают, они ломятся там. Я знаю наизусть. А он только один раз прочитал, и он даже не спрашивает меня. Знаю, не знаю. Он накладывает то, что я прошел 49 лет назад. Мне нужно узнать, где можно сеять, где засеяно, и на чужом я не сею. Вот это поле, стол. Тут я буду говорить, видя, что если вы не знаете и желаете узнать, ну, тут я уже скажу. Значит, Библию кто прочитал? Поднимите руку. Да никто не прочитал. Так вот, думать надо. Слово Божие думать, оно имеет другой смысл. Думать – это задумываться. А кто видел фильм «12»? Михалкова, Никиты. Не видели? Я тогда ссылаюсь уже на фильмы где-то. Он там интересные мысли проводит. Он сам еврей, а евреев поддевает крепко. Вот там вначале над евреем один говорит, а не судили. Он говорит, да, у нас много недостатков, но при всех наших недостатках мы умеем задумываться. Еврей говорит. Видно природу, породистый еврей. Умеем задумываться. Вот Господь побуждает к этой стороне задумываться. Когда Господь с учениками встречался, шли они. Он говорит, не написано ли, не написано ли. А как вы считали? То есть ссылается на Ветхий Завет. Они считали? То есть они знали, потому что их учили. Разве вы не считали? Вот Сатана нападает на Христа. Сатана, дьявол, как рисует рогами с перепончатыми крыльями. Бросься вниз. Тебя ангелы понесут. Живую помощь и считают. А Господь говорит, написано. Написано имеет какую-то силу, как сегодня сказали мы, магическую, прожигающую. Что Сатана мог бы в ответ, а я тебе вот так отвечу, а ты мне так. Христос сказал, написано и процитировал. Сатана сразу отступил. Проходит еще время. Он снова приступает ко Христу и говорит. Вот поклонись мне. Я тебе все царства мира дам и показал. Все до конца вселенную. Господь говорит, написано. Господу Богу твоему поклоняйся. Ему одному служи. Сатана сразу отступил. То есть я вывожу мысль, что когда цитируется Библия, какая-то прожигающая лазерная сила бьет врага. И он не может возразить. Сегодня люди поступают хуже демонов. Ему, говоришь, написано. Да мало еще, бумага терпит. Это не бумага. Это слова с неба. Заключенные в слабую бумажную оболочку. Бог сказал. Вот дьявол говорит, видя 40 дней, Господь когда не ел, сделай камни хлебами. А Господь говорит, не хлебом единым жив человек. Люди везде берут не хлебом одним. Я еду в трамвае, и колбаса нарисована не хлебом одним жив человек. Реклама такая. Но в Библии там продолжение, запятая. Но не колбасой жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих, из уст, из языка. Не хлебом единым жив человек. И об этом надо думать. Вот едешь сейчас, везде видно стройки, и строят, и строят. Везде все строят. И у молодежи как будто бы другой задачи нету. Поскорее выйти замуж. Пристроиться. А не удастся выйти замуж. Они не хотят жениться. Слово Божие говорит, будут выходить замуж, жениться, строить, покупать, продавать. И не будут думать, как придет конец всему. Это 24 глава Евангелия от Матфея. И не будут думать. Вот это плохо. Надо строить. Господь не запрещает строить. Не запрещает жениться. Но ты помни, куда это все идет. Если за этим нет цели высшей, такая у тебя разница. Тысяча детей будет у тебя, тысяча жен. Все государство перед тобой. Но ты умрешь. Это несомненно. В Евангелии говорится так. Был богатый человек, одевался в порфиру и весон. То есть царские материалы. И каждый день пирша стал блистательным. Тысячи слуг суетились. У него сопряженные кони. Золотые узы. Золотоуз говорит. Но он умер. А у ворот его лежал Лазарь. В струпе гнойных. И псы, приходя, лизали раны его струпе. Ему воды заплеснил их корки никто не дал. Но умер нищий. Ангелы отнесли его на лоно Авраамова. Касать в рай. Богачий умер, оказался в аду. Горит в огне. И увидел вдали Авраама и Лазаря. И говорит, а мочи конец перста в воде. И перенеси через пропасть на язык мне. Ну что там на пальце? Не пригоршней. Вот как воду надо беречь. И люди говорят, ой, живем как в аду. Не совсем точное выражение. В аду нет воды. И в аду нет покаяния. Здесь есть вода и есть покаяние. Я знаю, что такое жажда. Вот сидишь в камере. 70 человек на маленьком затаренном пространстве. 99% курят из них. Это невозможно. И воды не дают. С ума сходят. Просто мозги спекаются. Стучат. На улице там митингуют люди. Ну дайте воды им. Вода перекрытая. Нет воды. Легче допрашивать. Без сознания лежит там. Сердце остановилось. Это никакой роли не играет. Здесь воды сколько хочешь. Но главная вода не это. Главная вода это Слово Божие. И Слово Божие нам рассказывает главная мысль. Это Христос. Что мы все грешники согрешили. Адам, Ева согрешили. И все люди рождаются грешными. И с неба сходит благодать. То есть Дух Святой через Деву Марию Богородицу рождается Христос. Вот праздник Рождества 7 января. Родился через 33 года. Он будет распят за наши грехи. Люди это знают. Но надо это усвоить. Усвоить, присвоить и сказать. Он родился ради меня. Он умер за меня. Не просто за весь мир. А за меня. И тогда это уже не спаситель мира просто. А мой. Лично мой спаситель. Мы предстанем на суд Божий. Ни один человек на земле жить вечно не будет. Ну даже 200 лет проживешь. Хотя 200 лет нет. Но Бог силен дать веру. И об этом надо только просить. Вы думаете мне потребуется? Водички? Врать ли? Ну Путину всегда ставят. Я благодарю потом в конце. Путину ставят. Удивительная единая. В воде как задумали. Спаси Христос. Сыни. Сегодня Господь нам говорит, чтобы мы обратились, покаялись и жили для Бога. Я уверовал, что Бог есть. Я знал с детства. Это все в книге описано. Ну вот как родился, маленькая мать говорила. И говорила, вот этого нельзя, вот этого нельзя. В пионеры нельзя вступать. Иначе там кто-то в огне будешь гореть. Плясать будешь на танцплощадке. На огненной гвоздях будешь. То есть мать как знала, Евангелия-то не было. Ну поэтому сохранил Господь от каких-то грехов. Что мы знали, что грех. А что не знали, там благодарение Богу. Я в армии посмотрел фильм, отверженный Викторой Юго. И там он говорит, разве не было другой цели? Спасти не жизнь, но душу. Я пересчитал, наверное, пять или семь раз. Книги иногда достал его. Фильм посмотрел. И начался поиск. Написал в Афранцию Жану Габену, который играет роль Жана Вальжана. Конечно, ответа не поступило. Умерла переписка на внутренних линиях. Советская власть. Но наступил момент. Уже после армии. Мне было 23 года. В 1962 году я работал на корабле. Учился в марихонном училище. Высшее марихонное училище в Риге. И в это время сошел на берег, пошел в кино. А душа всегда томилась. Учился в училище. Зачем это все? Знание языков Бог дал. Я разговаривал на службу в армии, английский, немецкий, французский. Там самостоятельно при том. Это все забыто, нет. Я выйду за границу, я уйду, больше не вернусь сюда. Ну а что я там буду делать? Я еще не знал, за границу это хуже тюрьмы. Я уже повидал. Как бы плохо ни было, я думаю. Здесь меня любое, говорится, воробей и собака знают. Ну а тогда по молодости. Ну вот Евангелие в руки попало мне. И я в первый же вечер, 27 сентября, в 17.00 покаялся, обратился. И началась другая жизнь. Полоса гонения, тюрьма, психиатрия. 26 лет только один ученый день. И за это время Бог позволил пережить, увидеть то, что не на одну жизнь людям хватит. И я благодарю Бога. Это от Бога. Это Бог дал увидеть, как с Ним хорошо. Я видел обращенную душу. Я остановлюсь на молитву ночью в тюрьме. А я не вижу, кто там сзади. Говорят, вчера 7 человек становились на колени. Можно мы тоже будем молиться с вами? Потому что каждый вечер я проповедую. И люди, меняющие свое отношение к жизни, они меняют свои показания, вызывают следователей, и раскрывают все, как было. Следователи там безумно рады. Не могли ничего выбить, и вдруг человек сам сознается. Это как так? А я уверовал. Ну и что, тебе срок скостят, что ли? Я о сроке другом думаю. Есть вечный срок. И нам дано право говорить правду или молчать. Другого не дано. И с этого начинаем говорить. Да с любым человеком. Вот с этим мы сюда приехали. Благодаря Павлу Николаевичу, миновения. У кого какие могут быть вопросы? Мы хотим заручиться вашей поддержкой. Что мы уедем? Вы нас будете помнить молитву. Нам непросто. Мы сейчас, думаю, маленько попроще. На границе везде задерживают. Таможня. Прямо вытягивают что-то. Но у меня вот это я каждому раз таможню. Все, они дверь открывают, поезжают. Это у меня как таран, как тяжелый снаряд. Я везде пробиваю. Ну набираю с собой, кроме пакета, двух коробок, это 38 книг. Вот такие отдельно подарочные. Вот это вот книги. Вот так Господь позволил. Сколько мы будем. Главное определиться в жизни. Человек, который уверует, ему подсказывать почти ничего не надо. Он внутренним духом начинает все это пересматривать. А почему это так? Задумывается. И задумывается не через день, не через два сразу. Я себе не принадлежу. Вот это тело, это храмом Божиим называется тело. Люди строят храмы, золотые купола. А святые предсказали, будут строить храмы, а ходить туда люди не будут. Не надо будет ходить. Это придет время. Потому что там сядет антихрист. Придет время. Мы ходим, пока у меня брат священник, его брат священник. Священники. Но придет время? Придет. За небрежение, за беззаконие. Бог отнимет милость свою. Сегодня пока так. Но главный храм это наше тело. Его надо беречь. Верующий не может быть наркоманом, табакуром, объедаться. Но все, что жизнь его сокращает. Потому что в вас, Господь говорит, буду жить я, Духом Святым. И Господь полагает мысли. Вот у меня одна книга есть. Это мои беседы с Александром Мерием. Уже слышали такое священника? Их нигде в мире нет. Это мои личные беседы на дому с ним. Мы беседуем, вопросы друг другу задаем. Или отдельная книга, это 26-й том. Все книги называются «Открытым оком». 300 поэтов России за 300 лет, что сказали в определенной тематике. Вот, допустим, о семье. А кто что сказал о семье? Сразу Некрасов, Никитин, Мережковский. А что сказали о революции? То, что сказал Бунин об этом? Что сказал другой поэт? По шесть поэтов на каждый вопрос студентов университета я отвечаю через поэзию. Отдельно через «Жития святых». То есть книги, они аналоги не имеют в мировой литературе. Это Бог положен на сердце. Каждая книга как энциклопедия получилась. Две книги, они вмещают в себя 12 томов фактически. И поэтому мы поехали, нас трое. Виктор и там еще шофер Николай. Где мы приезжаем, допустим, в Ростов-на-Дону приехали. Сначала стараемся центр взять. Нас никто не звал, нас никто не ждал. А в библиотеке предупреждено, что книги не принимать. Потому что книги враждебные, экстремистские, натравливают людей друг на друга. Я должен убедить, что это книги не такие. Дальше. Я должен вызвать доверие к себе. И теперь на этой основе уже дарю книги. Получаю документы, они станут пищать. Это я все должен сделать в течение 10 минут. Это 240 раз я менял обстановку в прошлом году. И нынче, представьте, Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния. Говорить-то по их не знаем-то. Но Бог так делает, что все смиряется по доге Христа. Вот эту цель нашу, мы думаем, что выполняем. До этого прошли 56 сел. Сел, заходя в каждый дом. А что, Франя? Подарили? Нет, он же в библиотеке. Он не в центральной библиотеке. Заходя в каждый дом, 56 сел. Другие брали, а потом другие возвращали. Другие... 56 сел, я говорю про сел, больших деревень. Мы выезжаем туда, бывает на 8 машинах. И в каждый дом заходим, покупаем предварительно Евангелие, дарим Евангелие. В каждый дом. 30 тысяч Евангелий подарили только. За наш счет. Но кто приходит на встречу, там, в Дом культуры, с администрацией договариваемся, на стадион, тем дарим полный Новый Завет. Говорят, нельзя ничего сегодня сделать. Могу опровергнуть эти слова. Это неправда. Сделать можно. Если, конечно, мы сами в это верим и с полной отдачей. Люди разные. Сказать, чтобы вот так явно были враждебны, практически нет, кроме священников. Самые ярые, кто против, это священники. Вообще. Как разбойники кидаются. Ни одно слово сказать не могут. Против. Евангелие собирают и сжигают в церковном дворе. Бешенство. Я патриарху все написал это. Тут без слез говорить нельзя. И при том людей зовем. Все в храмы. В их храмы, которые стоят. Нам куда звать-то? Мы православные. Храмы пустые. После нас храмы с людьми. И он не понимает, что делает. Что он делает? Ну, Бог допускает это. Допускает по определенной причине. Вот мы посетили вас. Немножко рассказали. Я еще коснусь толкования. Вер много на земле. И у всех Библии в руках. Библию имеют католики, православные, старообрядцы. Бактисты, адвентисты, мормоны. Вот ходят свидетели и в голову из дома в дом заходят. Ну, и у тех Библии нет. Они свою написали книжку. Но понимают по-разному. Все в толковании. А вот это толкование святых отцов с первого века. С первого века это взято вместе с откровением. Тут не выскажешь сколько. Столетия вошли. И вот нам Господь позволил это собрать воедино. И издать трехтонником одним. Я помню, когда обратился. Вот у вас все обряды. Там венчание, крещение. Все бесплатно. Все бесплатно. У нас все бесплатно делается. У нас в уставе записано. А вот здесь вот даже видно. Вот его брат стоит. И мой брат священник. А на какие тогда средства издаются эти книги? Вот они как раз стоят. Вот его брат родной я. А это мой брат и Айкин. Через интернет им звонят. Они собираются. Вы погромче задайте. Он плохо слышит вопрос. Он ответит более подробно. Писечку подарите. Вот на компьютере есть у них. Я хочу сказать, как мне удалось достать новый завет с толкованием. Это тоже как бы поучительно. Мы в порт прописки был в Генспас-Латвия. А пришли в Клайпеду. Кажется, мы пришли баржу тащить надо было. Но верующих я пошел искать верующих. И нашел. Там были староверы, беспаковцы. Я любил у девушек косы. Когда косы. И Господь интересно, как показывает. Косы, такие косы. Вот прям до сгиба ноги две сестры. И он меня домой к себе привел. К загляденью. Ну, мне 23 года. Пышащий здоровьем. Я спортсмен, там, боксеры. И в это время в дом только вошли. А дорога шли, он говорит. Есть толкование нового завета, блаженная кафеларка. И вот зашли. Я только глазом мельком глянул девушке. И я забыл, что они есть. Он-то хотел, чтобы я более внимательный был к его дочерям. Я уткнулся. Он мне дал вот такой вот том один. Я стал скорее конспектировать толкование. Я знаю, что скоро корабль наш уйдет отсюда. Записываю. До 24 главы успел записать. Я каждый день приходил к нему. Они это мимо рядом пройдут. Я ничего не вижу. Мне скорее узнать толкование. Как правильно понимать. Но корабль ушел. Дальше уже я встречу в Новосибирске это толкование. Вот по этому толкованию я много лет. Много лет. Ну лет 25 только. В одном таком университете 18 лет. Толкование. Полное. С опровержением сектантских лжемудрствований. А потом я это все перепечатал. Переплел. Я сам переплесчик-реставратор. О том, что я сам создам. И будут тут 297 комментариев моих будут вставлены. Об этом думать нельзя. Что это будут иллюстрированные цветными. Даже думать нельзя. То есть которые изданные толкования без откровения. Наша по 8 параметрам лучше. И теперь сам я издатель. Ну и вот едем и везде дарим. Конечно библиотекарь сразу понимает. Книги во-первых шиты. Дальше как они изданы. На какой всетной бумаге. На мелованные фотографии. Все это. То есть раскрашенные нигде в мире нет. Это мы раскрашили. Все в интернет выставили. И от нас теперь это дело берут. Я к тому говорю, что если жажда есть. Бог так делает, что все у тебя будет. Независимо от того умеешь, ты не умеешь. Я не умею верстать. И вдруг в моей комнате поселяется и романах один. Так получилось, что он как бы лишен был места. И нам пригласили его. А у меня комната разбита на плацкарты. Это же я люблю на скучном пространстве. Чтобы было много людей. Мало легче обиходить. И он компьютерщик сильный. Он не глядя печатает десятью пасмами. И по-русски, и по-английски. Я первый раз видел. И сильно разбирается в этом. Все, что здесь есть, это он меня научил. Будет другие программисты. Вот только мне надо было издавать, и он поселяется. Как только я уже научился всему, он, кажется, сгинул, больше его нет. Он уехал в Казахстан. И всегда было так. Крайняя нужда открывается от двери. Мы никогда не думали, что мы в Ростове, вот, у Суворова, Павла Николаевича, найдем такой привет. Мы едем дорогой. Я уже забыл, что ехать в Барнаул надо. Да, да когда мы домой, то в шахты приедем. Тут такой привет. Динаида хлопочет каждую минуту вокруг нас. Что нам надо подать? Там воды холодной. Конечно, мы изнываем дороги. Тысячи километров. Жара. С нами собака едет. Мы ночуем где-то в лесополосах, чтобы в следующий день ближе к городу быть. Приближаемся. Сейчас вот доехали мы с Таврополь. А уже пришел. Мы стараемся найти библиотеку. Теперь за город выезжаем. Где-то около леса. Притулиться, скрыть машину. Собака, чтобы разбудила нас в случае чего. И вдруг приезжаем тут. У него пространство такое. Мне нужно разложить 38, чтобы книг в ряд были. Теперь из каждой пачки я должен выдернуть в ящик. Теперь следующее набирать. Это я должен их разложить. Там бумаги только, обертки этой полдня жечь надо. И Бог это сделал. Через его брата. Мы не знали ни по какие шахты. Ну, Росток-на-Дону я проезжал тут. А теперь мне Росток-на-Дону. Что он мне дает, когда в шахтах я все имею? Он для меня вот эти шахты заменили все, буквально начиная от Барнаула. Нигде нам такого простора не дано. У нас широко. Мы раскладываем, готовимся. В воскресенье рано мы выезжаем, чтобы утро, понедельник быть в столичном областном городе. А дальше мы уже идем. У нас 5 городов, сел. 5-6 мы должны в день пройти. И поэтому мы очень быстро прощаемся, где собираем библиотекаря, выступаем и дальше двигаемся. Ну, пока думаем, так планы. Если Господь благословит, значит, выйдем на юг, а потом с остатками двинемся уже через Тамбов. В Москву ждет. В Грузии предупрежденные там священники уже собираются, ждут. Конечно, ущерб самый большой мы нанесли Греции. Там собрались люди, а мы не могли приехать. Ну, Бог усмотрел вот эти встречи. Вот коротко. Наша миссия, с чем мы идем. Мы не считаем, что это такое великое, но оно неповторимое. Потому что ни у кого нет такого материала, во-первых. Даже одна такая книга, одна уже любому писателю еще и сделает. Но их 38. И при том они выдумывают Гарри Поттер, где он колдовал, ходил. Здесь все взято из жизни. Каждая строчка. Как исправить эту жизнь во Христе? Конечно, вы делаете вообще огромное дело. Ну, написали его в интернете. Там один был журналист-председатель, написал «Великое путешествие Игнатия Лапкина». В прошлом году как было. Но нынче-то они еще не знают, что мы захватили дальние заблежья, ближние. Представьте, мы попали в Террасполь, а он сейчас в Приднестровье. А там стоят БТР, нас заворачивает назад, они там блокированы. Ну, мы понимаем, куда мы едем. Если в Грузию приехали, мы в Армению. Из Армении в Азербайджан нельзя. Карабах воевает. Мы снова должны воевнуться в Грузию. Опять разрешение в Азербайджан. И только с Азербайджана теперь уже идти, там, Дагестан проходить, Каспийским морем, берегом. Но у нас цель. Но, к сожалению, к сожалению, вы делаете большую работу. Но, к сожалению, она затрагивает только маленькую-маленькую часть нашей молодежи. И молодежь, по сути дела, сегодня оторвана от Бога. Так же? Вот вы знаете, что мы бьем еще? У нас сайт. Громадный сайт. Ему, может быть, равных нет в мировой сети. Здесь 50 книг, аудио, голосом моим насчитанным. Это Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Ну, 50 томов. А здесь приглашение, где я веду занятия. Спасибо большое. Кроме того, на сайт, если зайдете, ткнете в него. Вот это открылось. Вверху будет написано «Православный форум Игнатия Лампина». Ткнете уже на форуме. Это 1440 тем. Тем разных. Там выступления. Если Ютуб, возьмите канал Ютуб, Игнатий Лапкин, это 970 роликов, фильмов о нас. 970. Вообще. То есть это не... Вот это затрагивает. Более долговечно. Библиотеки друг другу сообщают. Это еще больше. А больше мы не можем. Просто прийти побеседовать. Вот я пришел, зажидал вам Евангелие. Евангелие стоят, люди не смотрят. Начинаю считать с толкованием. Вот сегодня даже с одним юношей я беседовал. С Митей. Он сам зашел. Толкование у него есть, но толкование то мертвое, лопухина. Здесь толкование, каждое слово в душу входит. Ну вы зашли, видели, в комнате были. Господь находит души свои. Да, редко, мало. Ну а как поется песня? Мы в жизни умеем руду дорогую. Отмечать от породы пустой. Много пустого. Шахты добывают сколько на террикон пустой породы выходит? Конечно. А сколько? Это уголь. А если золото добывают? Там вообще крупицы. Но одна спасенная душа дороже целого мира, полного золота. И помни, за тебя умер Христос. Ты себе не принадлежишь. Вот мы едем дорогой, нам встречаются мусульмане. Мусульманка сидит за рулем. Вот так платок, вот так вот ей подтянуто все. Как она выглядит? Вышло платье почти до пола. Вот у нас, если вы здесь увидите, в этой книге показать хочу, именно так одеты наши сестры. Видите, у нас какой порядок? Как мусульмане. Посмотрите. Вот сейчас пойти к крещению получить церковь. Пришел, деньги заплатил, ладошкой полно ушел. Священник, ну бывает, там иногда он прочитает минут 15-20, это все. У нас подготовка к крещению 500 часов. От 3 до 5 лет. И потом в озере священник входит в воду. Вот смотрите, это патриарх Алексей II, это наш епископ. Вот видите, посылки. Как ваш епископ, это разве не Кирилл? Это Евтихий. Да? Похож на Кирилла. А вы его знаете? Кирилла? Да нет. Нет, похоже на Кирилла. Ну, похоже на Кирилла. Это Евтихий. Это как раз момент был, как так называемое признание акта канонического общения. Это в храме Христа Спасителя. Как ты сначала думал, молодой, что? Сейчас я покажу детей вам, посмотрите. Дышите, пожалуйста. Вот дети. Здесь же. Я детям покажу, чтобы они увидели. Вопросы, если кого-то есть какие-то. Вот у нас Матвей. Вот посмотрите, как у нас дети вышли из храма. И когда мусульмане на нас натыкаются и говорят, мы своих нашли на Алтай. А ему говорят, это православная. Да нет, это мусульмане. Видите как. Посмотрите. У нас Матвей очень любит Бога. У него столько вопросов. Да, Матюша? Очень любит, да, Матюшечка? Да. Какой тебе больше всего вопрос, если не задаешь? Он все время говорит, что я вырасту, я убью тех, кто его распял. А я там чудо. Я там чудо за то, что распяли. Вот у нас в храме сфотографировались. Можно задавать всякие вопросы? Ну, это в обвенчании, в бракососочетании. У меня голубые дали, да, кто-то правит. А он сам вообще не в плане, нигде. Кто? А там в одном селе были на благовестии. Ну, перед тем, как зайти в школу. А если бы он священник, то его растригли бы сразу. А почему? Ну, потому что он же правду в Матюшечка всем же говорит, всех обличает, всех застанавливает по Библии жить, а жить никто ниже не хочет. Они хоть священники. Вы все не рассмотрите, ладно, не отвлекайтесь. В каждой книге 64 страницы и фотографии. Вот жажда была у меня знать толкование. И Господь привел к тому, что самому пришлось издать. Но это тоже уникальный случай. Такое видео пока не слышно. Потому что я ее от руки переписывал, потом от руки переписанное перепечатал. И поэтому почти 20 лет вел занятия в университетах. А дать другим я не могу. Я только даю в том сокращенном виде, которое конспектировал. А вот это полностью все. Притом с откровением Иоанна Богослова. Жажда была дать, Господь позволяет. И я теперь ей даю. Но вы счастливый человек. Вас Господь отметил в своей милости. Да. Если ты ее жаждешь, Бог даст. Да. К сожалению, сегодня они все... У меня один вопрос. Можно? Вот если я верю в Бога, мне обязательно к Нему обращаться с помощью молитвы? Или мне можно... А как? По-другому? Только с помощью молитвы? А по-другому? Какой вы знаете способ еще? Ну, я, допустим, могу просто разговаривать своими словами. Или мне обязательно только молитва? Ваши слова это и есть молитва. Но я же говорю, мне обязательно наизусть учить молитвы? Нет, нет, нет. Написано, открывайте свои желания перед Богом. Ну, есть краткие молитвы, которые надо знать, как Отче наш. Ну, да, какие-то там минимумы. А остальное своими словами. Вот вы сейчас, ну, я говорю открыто вам. Вы услышали, вы поверили. Вам нужно, в первую очередь, внешность это изменить. Вот это вот. Вот так вот проведите пальцем себе и скажите, это все должно быть закрыто. Женщина не должна, самое ценное, вот так вот показывают, и она должна быть закрыта. Дальше. Здесь заучивать ничего не надо. Почему? Так говорится в священном писании. Никаких брюк там, в трусах ходят. Это исключено, запрещено. Все навсегда. Один раз услышал, и спорить с Богом не надо. В Таразаконии 22.5 говорится, мерзость перед Богом, когда мужчина носит женскую одежду, а женщина одевается мужскую одежду. Все на этом кончено. Сразу убрать и больше никогда не прикасаться. Если страх Божий есть, тебе больше не надо говорить, ты узнала. Ты посмотри, вот она пришла, у нас наша хозяйка одета, платье. Вам что тут говорить? Что? Дальше. Никаких украшений, косметики не должно быть. Вот эти разные на уши где-то. И у нас даже в лагерь к детям приезжают родители, они уже приезжают без всяких. Бывает приезжает милиция, но они к нам не зайдут, пока мы их и переоденем. Мне спрашивают, а вот к вам в храм, если заходят люди, которые в брюках женщины зашли, вы их как, выводите? Я говорю, нет, мы их не выводим. А почему? Да, они к нам попасть не могут. Она из машины не выйдет. Мы к ней выйдем, оденем ее, так прилично, и они на всю жизнь это запомнят. Платочки специально оделась. И мне нужно помолиться. О чем? Ты скажи Господу, Господь, вот когда я уверовал, я приучен молиться, достойно, если я кого истину глажите, Богородица, считаю. А люди этих, среди которых я обратился, они принадлежат к баптистам с пятидесятниками, тогда соединили. А у них это не принято, они своими словами. И они говорят, ты можешь молиться, а что молиться-то? Я молюсь. Они встали на колени, руки сложили, как у них принято. А я кланяюсь, как у нас положено. Они говорят, у тебя свои желания-то какие-то есть? Ну какие же у меня желания? У меня все есть, мне ничего от Бога не надо. У меня знания, есть сила, есть здоровье у меня через край. Память Бог дает. Сила у меня. Все нет. Я понял, у меня веры нет. И поэтому все остальное прах. Ничего от меня не надо. Я взмолился, Господи, у меня веры нет. Веры в то, что написано в Библии, от корки до корки все от Тебя. А они меня на чем поймали? Они пятисятники разговаривают, гласолали на разных языках, считают. А там нет, там просто бормотание. Открывается деяние вторая глава апостолов. И вот апостолы в день Троицы заговорили на иных языках. Но апостолы заговорили. А вы-то говорите, вообще не знаете, что. Ну как они заговорили? Сразу, что ли, да. Мне Бог дал знания. Я приехал в страну новую. Четыре месяца я уже разговаривал по их. Четыре месяца, я не помню, я уже с ними разговаривал. Понятно, что это Бог дает. Но чтобы сразу, я говорю, этого не может быть. Значит, ты не веришь. Хорошо. Вырываем страницу. Раз. Я говорю, подождите. Так, а другой что не верит? А другой не верит, что вся Библия от Бога. Все Писание Богу духовное. Как? Что это Бог все это дал? Это все истина? Ну да. Ну как это? Ну было же человеческое где-то. Ты же не веришь. Вырываем. Это до одни корочки остается. Нас, если много, и все что-то... Ты одно не веришь, я другое. Тогда все. Я понял, у меня нет веры. Моя первая молитва была 17.00, 27.00 сентября. Я взмолился. Господи, у меня веры нет. Дай мне веру. Верить всему написанному в Святой Библии. Она святая. И вот я стоял на коленях в это время. И как будто бы качнулся. Когда бывает где-то в походе, несешь тяжелый рюкзак, и тебя когда снимут его, еще какое-то время ты ощущаешь натяжку такую. И мне как бы, я не слышал, но как бы показалось вот так, по комнате, верю, 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 прозвучало. Я встал, я встал абсолютно верующим. 50 лет, как один день прошло. Ни одному слову, нигде я не дал сомнения. Я верю. И поэтому везде у меня ссылка на Священное Писание. Если ссылка есть на Священное Писание, вот, сейчас я покажу, она выделена жирным курсивом. Видите как? И указано место Писания, глава и стих. Вот оно так. Следующее. Жирным курсивом. В каждой книге я делаю около 3000 ссылок на Священное Писание. Я просил, и Бог мне дал знания. Ну, как считали, наизусть знаю. Хотя это не так, но большую часть знал наизусть. В беседах с сектантами, с баптистами. Они стали приходить принимать православие. Стали священниками православными. Я миссионер. Среди разных течений, как называют, динаминации, трудился. Я должен признать, что они лучше нас. Они не пьют, не курят. Хорошие семьи. Все. Но они не церковь. Не церковь в том только плане, что у них нет священства. Священство. Священнику дано право прощать. Властью, данной мне от Бога, я разрешаю тебе от грехов. Сектант этого сказать не может. Священник совершает литургию, и сектант не может совершить. У нас причастия, у них его нет, только воображение. Почему я в православии нахожусь? Потому что это церковь. Если бы сектанты имели священство, я бы дня не был в православии. Там все запутано. Эти мощи, иконы, мироточения, чего только нет. Но я православный, поэтому я все принимаю как есть. Я не могу не спорить. Значение того, что предают, я не предаю. Главное для меня это Господь Христос. Есть храм, нет. Мы сейчас вот встанем здесь, помолимся. Разницы никакой нет. Бог всюду и везде. Бог есть Дух. И Он слышит и видит. Я вот все надоедал вам встречу. Конечно, благодарение Богу встретились. Но для города Шахт могло быть и больше людей. Могло быть больше? Конечно. Но это надо было как-то организовать. Да. Заранее что-то. Да. Место где-то можно было найти. Побольше. Может какие-то у вас вопросы есть. Я не знаю, что вас волнует. Я в общем описал, с чем мы занимаемся и как я уверовал. Как меня Господь спас. Притом, я уверовал, корабль наш на рейде стоял. А лоцманский маленький катерок, он на берег отвозит, привозит с корабля. Я только докабрь пришел, а борт такой, чтобы вода вытекала, он с этими, называется клюзы. Называется фальшборд. Я через него перешагнул и первому матросу сразу говорю, мы живем неправильно. Господь за нас, Сына отдал Иисуса Христа, Он умер за нас. Жить для Бога. До этого мне характеристику дали, пользуясь большим авторитетом, член судового комитета. Но я учусь заочно, я добился разрешения сдать три курса за год по одному из основных языков всех предметов. А тут сразу характеристика. Авторитетом не пользуюсь. Такой я плохой. А прошла одна неделя. Потому что я уверовал, и поэтому я по религиозному болоту выражу. И это не моя характеристика. Да, к сожалению, так было. Вот так и было. Но сегодня, сегодня все-таки, благодаря Богу, повернулась, поворачивается медленно назад. Люди идут в храмы. Вы говорите, храмы пустые. Люди идут в храмы. А праздники вообще не подогрелисты. Что они получают в храме? Вопрос стоит. Вот выходит из храма. Ну, не буду говорить. Я, говорит, правая рука, так называемый, патриарха Кирилла. Отец Дмитрий Смирнов. Он по селовым структурам. Он связи имеет с военными везде. И он говорит, я крещу. 20 лет прошло. Никого нигде нет. Кого я крещу? Какие эти люди? Вот здесь голубей держат это или нет? Да. Вот посмотреть бы. Вот сосед. Это вы про них говорили? Про них? Нет, то у нас там еще. Я голубятник. У меня голубятник. Да вы что? Да. Мы попросим сейчас просто. Ну, Женю, чтобы показать. Да, посмотреть просто, какие у них. Сейчас набрал я, потом чуть попозже. Так, сестры, может вопросы какие есть? Это они еще девочки маленькие. Это я хочу, это внучка наша. Это ее подаваться. Я хочу, чтобы они обратились. Мы хотим. Но ученик не вышучительный. Ну, это понятно. Как тяжело просто с удовольствием. Им нужен пример. Живой пример. Дети у нас в лагере. Многого они даже не слышат. Они подражают. Мы стоим в одно время, молитва, вся обслуга верующая. А дети набираем, там бывает совсем неверующие. Проходит месяц, ребенка не узнаешь. Одна семья, хорошая семья, да фамилия такая Бодю. Видно не русская. А сын Юрка, они самые высокие, он такой, как тростинка. Не православный. Но теща православная. Она настояла, чтобы в наш лагерь отдали ребенка. Ну, а раз ребенка отдали, мы сказали, Юра, как ты молишься? Он говорит, мы вот так молимся. Юра, так молись. А мы молимся, совершаем крестное знамение. Ну, молиться ты будешь с нами вместе. Ну, да. Проходит месяц, он в храме везде молится, крестится. Они приехали, Юрка, да ты совсем православный стал. Мы никогда не принуждаем. Человек должен сознательно увидеть силу православия. Если в настоящем свете показывать православие, то никуда человек никакую секту не потянется. Православие – это широта, всеобъемность, целомудрие. Но его нет, это, я вам говорю, теоретическое. Теоретическое – то, что мы на практике воплотили в нашей общине. Понятно, да, конечно. Спасибо, вы нам очень интересно все рассказали. Мы хоть и не прочитали всю Библию, как вы у нас спросили сразу, но мы веруем и стараемся поступками своими подтверждать. Один из поступков – это жажда слышания Слова Божия. Жажда слышания Слова Божия. Да не отходит, написано, книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Ни у телевизора пропадай, ни за компьютерными играми. Если компьютерные игры играете, сумасшедшими будете. Не играйте. Полное безумие с детьми. У меня в лагере дети приезжают такие, они в храме стоять не могут, они в обморок падают. И вот только храм, небольшой храм деревенский, открытые окна, там, двери, воздух гуляет. Только зашли из службы, началась он кубарк, он может придуряться, но лицо таким белым, вот он не может сделать. Он лежит как полотно белое. Мы его вытащили на скамеечку, заходим, сапфира опрокинулась. Девочка лежит точно такая же белая. Мы выносим, а тот уже глазами хлопает, сидит. Мы заходим, третий упал. После я разбираюсь, все компьютерные игры знают. Это одержимость бесовская, это хуже наркомании. Нынче я поставил правило, играющих в компьютерные игры в лагерь не брать. Вот нынче у нас был, и нынче в прошлом году один. Андрей Крещеный, его Руслан звали. 12 лет ребенку. И он бабе звонит. Баба, я научился первое есть. Первое, он 12 лет еще не знает, как есть. Он совершенно не понимает, что в этой жизни делается. Вы даже не знаете глубину разврата, который сеет вот это. У меня такие качели, в столик поднимаешься, а тут большие качели, на веревке палка, между ног, вот и качается, тарзанка называется так. И он, когда играет в игру, он стреляет, его пули не трогают. Там он стоит внизу. Девочка, эту канат толстый, там, группы толщиной, и палка на нем вот такая. Он ей, дай мне. И она ему отпускает эту палку. А палка-то катится на натяжку-то. И для него весь мир это экран монитора. И вдруг палка вылетает из монитора, бьет ее в лук. Он не может понять, как она вылетела оттуда. Она нигде не вылетает. Она пол, он упал, плачет. Здоровый парень, 12 лет. Он не понял, как она вылетела оттуда, из этой рамки монитора. У него весь мир это рамка монитора. Маленько проходит время, он точно так же второй раз прогорает. Мы его убеждаем, мир шире, чем рамка эта. Он понимает, стреляет, он убивает, а его никто не убивает. Он не жизнеспособен. Бес, бес, бес. Один щищенец таких десяток положит. Вот в чем дело. Мы с ним бились, 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 я не знаю, маленько с чему-то научили. У него мозги как будто бы испеченные. Он не слышит. Ему говоришь, он рот на бок, голову. Я говорю, что голову-то воротишь, что я с тобой разговариваю. Он видит, кто с ним разговаривает. Он не понимает, что с ним разговаривает. Он будто, он слышит в наушниках. А ведь у вас в Алтайском крае вообще край отмечен Богом, да? Да, у нас хорошо. Туда же едут спасаться сейчас многие. Нам Бог дал эту возможность. Мы проехали и увидели, спасаться везде можно. Мы были в Германии, там наша сестра с Алтайского края, сестра, и она там приняла. Она остается той же самой. Она другим свидетельствует. И когда она приняла крещение, а она на клиросе там пела, священник объявил ей войну. И сгоняет ее. За что? Русский священник. Нашу русскую сестру за то, что она приняла правильное крещение. За то, что вот эта ладошка за деньги, он считает за крещение. А крещение, три условия надо. Первое. Господь говорит, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого. То есть надо научить всему. А как крестить, когда ты не знаешь. А как вы креститесь? Покажите, как вы креститесь. Крестится троекратное погружение в воде. В воду. Трижды должен под водой скрыться. Как князь Владимир крестил? Где крещать? Иисус Христос на Иордании был. Что, в чашке что ли это было? Он должен под водой трижды скрыться. Как говорит Кирилл Русалимский, как мы скрываемся во гробе, умирая, так умираем в воде. Воскресая, выныривая, мы живем для новой жизни. А сегодня в церковь иди. И третье условие бесплатно должно быть. Сегодня все, ни граммы не научили, воду не погружали, деньги взяли. Он не крещен, он обманутый. Их научили. Вот вам здесь показывают, мой брат крестит. Смотрите, он стоит в воде, стоит в воде. И в это время тут так, это у нас здесь. Так, минутку сейчас посмотрим. А какой патриарх издал указ, чтобы у всех было... Алексей Второй. Алексей Второй. Второй. Прямо сказал, даже не крестите там, вот он. Иоанн, его брат стоит, а вот мой брат. И там под воду погружает. Видишь, он в воде стоит. Вот эта девушка как раз крестила, 13-летняя. Вот это ее родители. Ну и что, из-за этого не приняли церковь? А как они узнали, как она крестила? А как она приехала с радостью, сразу сказала, батюшка, отец Артемий, я крещение принял настоящее. Да как ты, да ты была там, причащалась. Но я была не крещена. К нам приезжают священники, и ромонахи, они служат. Приезжают, крест с полным погружением возвращаются, опять служат как надо. Вот, это ее отец. Вот ее допустили у нас до крещения, а его не допустили. Потому что он занимался системой УШУ. Вот это там, на мещах там, бьются. А эта мать, она по сегодняшний день не крещенная. У нас церковно-приходской совет, 10 человек, допустим, она 2 года готовилась, 2 поручителя было. А она рассказала, как она верит на все вопросы. И ей задают вопросы, 10 человек будут голосовать, допускать до крещения или нет. Вот такой порядок. А младенцев крестят? А младенцев только у верующих. О чем отец Дмитрий говорит. У глубоко верующих. Подождите, у нас на Руси, если младенца не крестили до 5 дней жизни, это вообще будет... Не до 5, до 8 дней. Ну, пусть до 8 дней. Я крестил 20 лет и никого нет. Прекратить все. Иоанн Златоуст крестился в 22 года, Василий Великий в 23, этого не было. Крестить только у тех, которые глубоко веруют. Это обман. Ну, куда покрестили, она как одевается, куда она пошла. Она крещеная? А что? Это звук, вводящий в заблуждение. Если крещеная, это значит верующего Христа. А какой верующий, когда у него веры нет, родители не верующие? И она растет на потеху сатане. Крестить детей только у глубоко верующих родителей, которые будут учить, которые будут причащать, приводить. Ну, у нас в храме, по-моему, у них крестит весеневерные родители. Да, крестят все. Крестит, крестит. А почему-то там прям спрашивают у тебя? Спрашивают. А? Спрашивают. Не знаю. А у родителей не спрашивают. Ну, по-ничего. Спрашивают. По-моему, только дети. Я первая слышу такое. Там, где Низа, по-две, везли. Нет, рядом я пройду. Просто спрашивают у пума и пума, когда у пума и крестные. Дома они или нет, я просто не зуба. Я бы со стороны просто глянул, мне не надо даже их пробовать. Вот это спрашивают у креста. Спрашивают. А у родителей не спрашивают. Нет, ну, это по его рассказам, конечно, невозможно. Это не живут, это потеряно. Конечно, очень сложно. У нас тут никто не знает. Игнат Тихонович, задавали вопрос, на какие средства издаются книги, вы не расслышали? У меня нет 14-го тома. Есть такие люди, которые считают, которые понимают. Вот его брат, отец Иоанн Суворов, он дал нашу книгу одному президенту химической компании, а у него погибли муж и жена Сокол. И он сразу деньги мне перечислил, я выкупил. Бывает так вот, мне нужно выкупать. То есть, на благотворительность. Понимаете, это не та благотворительность, как я шел бы по предприятиям, где-то просил. Это по-другому. Я у Бога прошу. У Бога. А Бог направляет. Понимаете, Бог делает так. Вот у меня первая книга, книга стихов. У меня стихов, 3400 стихов моих написано. По 9 куплетов каждый стих. Каждый, напротив каждой строчки, местописание, откуда взята мысль из Библии. Это вообще такого нигде нет. Вот. Но мне денег-то нет. Ну, нет ни у кого. Но заболела наша сестра одна, Надежда Павловна. У нее рак. Я ей говорю, когда ты отойдешь к Господу, там поклонишься через 40 дней Богородице, найди Николу Чудотворца. Он любит деньги давать. Нуждающимся. Попроси у него мне для книги. Я разговариваю, как будто она пошла к соседу богатому. Да, не говори. Вот проходит еще время. Она совсем больная. Два сына, оба милиционеров у нее интересные. Я прихожу, я говорю, ну ты помнишь, нет? Она помнила. Говорить не может. Вот она умерла, 39 дней, 40. Ну что? Ну ничего нету. А мы так ждали, что что-то будет. Ну сороковой день, ничего нету. Как иду вдруг. Звонок. Заходит человек. Вы деньги хотели, там вынуждены. Да я вам деньги дам. А маленький саквояжик с собой. При одном условии, чтобы никто не знал, что я у вас был. Я к вечеру уже книги выкупил, и в газетах напечатали помощь с того света. Больная была сестра, но уже были деньги, и она угодила, на сороковой день деньги поступили. Другое, у меня ночует несколько священников дома. А у вас дома, извините, да? Дом у вас отдельный. Квартира у меня, я расскажу, квартира своя. Нету дома никого. А голуби залетели уже. Ну я не знаю. А может они на улице сидят, Костя? Нет, нету дома никого. Они уехали. А голуби куда-то летают тут? Подожди, ну ты сейчас выйдешь туда и покажешь. Да нет, они мне нужны голуби, только посмотреть глазами. Ладно, потом посмотрим. Чтобы они только не залетели спать. Ну и что, священники. Ну вон они сидят. Да пусть сидят. Да посмотрите. Да посмотрите. И там есть голубятни, вон там. Мы голубятни выйдем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот голуби. Все одинаковые. У меня красивые головы там. Вот священники у меня ночуют. Я говорю, мне покупать надо том, и денег нет. Это же 38 книг, я 38 раз у Бога бы прошел. И он говорит, а откуда? Я говорю, откуда я знаю. Откуда? У Бога. Он не докладывает, где он дает и все. Священники, а вера-то нету у них. Ну уже позднее время помолились, ну и легли спать. У меня этажи, это плацкарка, комната разбита так. Я их распределил. Вдруг ночью звонок. А я говорю, после 9-ти ко мне не звоните, никто. После 9-ти у нас молит по личное время. Потом посмотрим. Послушайте, интересно будет. Ну подожди, послушай, интересно будет. Ладно. Первая мысль была недовольство. Только лег, вставать, и холод, зима. Ладно, думаю, может издалека правда звонят. Так, это Барнаул, Барнаул. Звонит Сакраменто, США. Говорят, у вас церковь во имя Климента. Я говорю, не церковь, а лагерь детский. Так у нас дядя Климент умер. Сказали, где вот во имя его там, там лучше молитва слышно-то. Мы вам деньги пошлем, вы возьмите, пожалуйста, чтобы помолиться. Я утром иду в Вестернион, деньги уже на руках готово. Священники так ахнули. Бесты молились, но вы, может, знали их, понятия не имеют. Вот они, видишь, они все к нам на крышу. Вот они у него в анкоте еще есть. Вот они куда и летают. К нам на крышу. Вот они, бойные. Вот я уже вижу, какой породы. Вот этого, которые пестрые-то были, я их не знаю. Вон они сидят. На ногах у них обножка есть или... Женя! 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 Можно к вам зайти на минутку, а? А? Уйдите вдвоем. Спасибо. Спасибо.